всем добрый день наше здоровье это достаточно сложная мозаика которая складывается не только из образа жизни но и конечно же из правильного питания из правильного процесса пищеварения и одним из главных факторов нашего здоровья это конечно же хорошее пищеварение и усвоение всех питательных веществ одним из важных факторов нормального пищеварения это конечно же желчь желчь которая обрабатывает жиры которая помогает активировать ферменты поджелудочной железы для того чтобы все питательные вещества все необходимые компоненты пищи могли максимально хорошо усвоиться и если же желчью выделяется в недостаточном количестве то конечно же процесс пищеварения может нарушиться пища будет плохо перевариваться ферменты поджелудочной железы также будут работать не совсем хорошо желчный пузырь это такой орган который не просто собирает желчь не просто ее хранит но и конечно же выделяет в нужном количестве в нужной концентрации для того чтобы процесс пищеварения не страдал о нарушениях в работе желчного пузыря могут говорить различные симптомы это может быть и боль в правом подреберье в эпигастральной области это могут быть какие-то диспептические жалобы в виде чувства тошноты какого-то дискомфорта у некоторых людей могут появляться и кожные признаки зуд кожи какие-то варианты сыпи возможно аллергические реакции бывает даже изменение окраски склер до изменение окраски кожи и конечно же нередко меняется стул его консистенция его чистота также проблемы желчным пузырем могут возникать косвенно и при наличии паразитарных инвазий лесных инвазий которые тоже необходимо диагностировать и лечить в случае если появляются те или иные симптомы и если не заниматься профилактикой здоровья желчного пузыря то с возрастом могут развиться различные заболевания достаточно молодом возрасте нередко развивается дискинезия желчевыводящих путей и дискинезия самого желчного пузыря ну а если процесс имеет генетическую предрасположенность и масса других неблагоприятных факторов то если не заниматься здоровьем поджелудочной железы у большей части пациентов может развиться желчнокаменная болезнь но и как следствие холециститы холециститы могут быть также ассоциированы с той же самой желчнокаменной болезнью или например иметь обычный воспалительный характер в любом случае здоровье желчного пузыря это тот важный фактор то важное направление о котором необходимо также помнить если мы стремимся к здоровому образу жизни и к сохранению собственного здоровья кто попадает в особую группу риска по заболеваниям желчного пузыря чаще всего это женщины женщины в возрасте от 30 до 60 лет безусловно здесь очень важно генетическая предрасположенность очень важно количество беременностей которое было у женщины прием лекарственных препаратов и в первую очередь контрацептивов лица с высоким холестерином также могут оказаться в группе риска по развитию той же желчнокаменной болезни когда формируются холестериновые камни избыточная масса тела неправильное питание не регулярное питание неверно подобранные продукты все это является факторами риска развития заболеваний желчного пузыря меня зовут пахомова и на григорьевна я врач гастроэнтеролог гипотолог терапевт со стажем более 23 лет кандидат медицинских наук преподаватель института медицинского образования и совместно с онлайн-сервисом самопомощи дал здоровье мы подготовили для вас курс о здоровье желчного пузыря изучив этот курс вы узнаете и о причинах нарушенной работы желчного пузыря узнаете как их избежать получите четкий план профилактического обследования чтобы вовремя выявить ту или иную причину которая может привести к развитию заболеваний или патологии желчного пузыря а также их осложнений кроме того вы научитесь отличать доказательные методики в плане подхода к лечению и профилактики от мифов от того что действительно неэффективно и не работает и главное вы научитесь с помощью профилактических методов самостоятельно поддерживать здоровье желчного пузыря и его функциональное состояние помните ваше здоровье в ваших руках